А теперь обо всем по порядку. Сильные регионы – сильная страна. О повышении эффективности работы местных исполнительных органов говорил президент страны в своем послании. Сейчас доступ населения к власти – аксиома, а не реальность. Это отметил актив области на разъяснении стратегического документа. Развитие экономики, поддержка социально уязвимых слоев, рациональное использование земель. Как поручения президента будут реализовывать в Северном Казахстане, узнаете прямо сейчас. Повысить производительность труда как минимум в 1,7 раза. Такое поручение дал президент страны. В Северном Казахстане эту задачу будут решать за счет модернизации ведущих машиностроительных предприятий. Закупили новое оборудование на заводе имени Кирова и ПЗТМ. Расширили ассортимент выпускаемой продукции. Стали больше привлекать иностранных инвестиций, отмечает глава региона. Почти на 2 миллиона долларов по итогам первого квартала. Это на 90% больше, чем в прошлом году. За счет введения в эксплуатацию проекта с участием сингапурской компании Казмил идет расширение маслозавода Тайн-Шамай. В период до 2021 года планируется реализовать такие крупные проекты, как строительство больничного комплекса, локализация сельхозтехники класс. Сегодня делегация класса, вы уже знаете, я вас неоднократно информировал, что мы ведем переговоры в течение уже целого года. Мы уже близки очень к завершению данного проекта. Любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса должны рассматриваться как преступления против государства, отметил Токаев в своем послании. Случаи рейдерства в отношении малого и среднего бизнеса участились. Директор носочно-чулочной фабрики Матекс с такой проблемой не сталкивался. Предприятие открыли в прошлом году. Сейчас продукция местного производства широко известна в нашем регионе и за его пределами. Налоговое отчисление и создание новых рабочих мест государства взамен предоставляет льготы и послабления. Так президент поручил правительству разработать законодательную основу для освобождения малого бизнеса на три года от уплаты налога на доход. А еще с января вступит в силу трехлетний запрет на проверки микро- и малого предпринимательства. А чтобы открыть такой, дорожную карту бизнеса продлили до 2025 года. Значимость программы доказывает тот факт, что в этом году 95 многодетным и малообеспеченным североказахстанским семьям выдадут гранты и микрокредиты. Помогают социально уязвимым своям населения выплатами АСП и жильем. В этом году по инициативе Ельбаса запущена новая программа Баха Тотбаса с льготной ставкой в 2% и первоначальным взносом в 10%. Это весьма выгодные условия. В регионе по предварительным расчетам в этом году будет представлен 191 займ на сумму 1,5 миллиарда тенге. Из них 49 уже одобрено. При этом глава государства подчеркнул, что правительству следует в течение трех лет решить вопросы предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. Возведут дома и для переселенцев. В этом году наша область примет 769 семей. 470 уже прибыли. Это почти полторы тысячи человек. Важно, чтобы села развивались. Для этого нужна хорошая инфраструктура и достойные социальные условия. Качество образования, к примеру, в деревнях ниже, чем в городе. Главная причина – дефицит кадров. Потому в Северный Казахстан в этом году прибудут почти 600 молодых педагогов. Развивать будут и медицину. В течение месяца заложат первый камень новой больницы на 500 мест, говорит Кумар Аксакалов. Рядом будет 200-квартирный дом для врачей. Права на ошибку нет. Так президент страны выразился о реализации социального медстрахования. Его запустят 1 января. Еще одна давно назревшая проблема – нецелевое использование земли. Она должна принадлежать тем, кто на ней работает. Сейчас это правило далеко не всегда соблюдается. По нашему региону в результате выявленных нарушений с 2015 года возвращено в государственную собственность неиспользуемых земель сельхозназначения на площади 670 тысяч гектаров. Сегодня в судах находится порядка 20 тысяч гектаров. Мы тоже будем возвращать это в госсобственность. К тому же североказахстанская земля плодородная и высокопроизводительная. Можно заниматься выращиванием экологически чистой продукции, которая сейчас в тренде, особенно за границей. Сильные регионы – сильная страна. Этого можно добиться, прислушиваясь к жителям. К сожалению, их доступ к местной власти – аксиома, но не реальность, говорил Тукаев. За первые полугодия текущего года поступило более 19 тысяч обращений. Несмотря на то, что их количество с прошлого года снизилось почти на 12%, граждане продолжают обращаться в акиматы и в республиканские структуры. Считаю, что это когда обращаются в центр, это уже недоработка наша на уровне области и района. В районе Шалакына в 70% сельских округов прием граждан вообще не осуществлялся. Немало таких примеров и в стране. Потому президент предложил в рамках пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местных властей. Айгири Мукашева, Руссан Тлиужанов, Новости МТРК.